Нормальная машина, нормального мужика. Думал, будет стрёмненько. Диски колхозные, блестящие, конечно, выкинул бы. Смотрите, нажимаю на кнопку и никакого самооткрытия здесь не обнаруживаю, а хотел. Запчасти на эти автомобили доступны во всём мире и стоят действительно очень дёшево. Я всё равно думаю, что недостатков найду больше. А может и нет. Ну-ка давайте разбираться. Привет, друзья! Сегодня снова корейский кроссовер. Не буду томить вас долгими ожиданиями, вот этими интригами подводки, потому что всё же написано в названии. Всё равно вы уже знаете, что сегодня у нас Kia Sorento. Но! А я вижу в ваших глазах немой вопрос. Почему у нас снова Kia Sorento? А вот почему. Тут история начинается. Жил-был клиент. Это история 2. Первая история была про Kia K5. Это история 2. Жил-был клиент номер 2, который хотел привезти из Японии классный, полноприводный, гибридный автомобиль. Ну, может что-то из этого исключить. Но, в общем, он хотел нормальный себе кроссовер для семьи, рассматривал Toyota RAV4. Бюджет был в районе 3 миллионов. Работал с нашим менеджером и вдруг засуетилась в ней вот эта вот вся история про ограничения, про то, что правый руль отменили, Японию закрыли, Россию расформировали и всё вот это тому подобное. Поэтому он решил резко переключиться на автомобиль с левым рулём. Таким образом, легендарному гибридному полноприводному RAV4 он предпочёл вот такую красотку, ладно, внешний неплохой вариант. Давайте разбираться, что это за автомобиль. Прогадал он или не прогадал. В чём вообще плюсы и минусы. И что вообще за автомобиль такое Sorento. Итак, друзья, Kia Sorento занимает место посерединке между более компактным Sportage'ем и более жирненьким Mahal'ом, полноразмерным рамным внедорожником. Вот, появилась в свет в 2002 году. Названо, кстати говоря, как и все корейцы, которых мы знаем практически в честь какого-то места. Только не американского района, да, типа как Palisade или Santa Fe, а небольшого городка в Италии. Итак, в 2002 году появилось первое поколение. Оно было, кстати говоря, на раме. Это был рамный внедорожник полноценный, который мог бы стать легендарным в дальнейшем, как Pradik. Но уже во втором поколении, которое вышло в 2009 году, от рамы решили отказаться. Сделали несущий кузов. И так оно и эвот до сих пор. Сегодня у нас представлено третье поколение, которое пошло с 2014 года. В 2017 году был рестайлинг чисто визуала и немножко по техничке коснулся он. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретно вот этот экземпляр, оценить все его достоинства и недостатки. И интересно, чего больше найдем. Хотя вот с моей, уже прям почти отсутствующей вот этой ноткой недолюбливания корейцев, я все равно думаю, что недостатков найду больше. А может и нет. Ну-ка давайте разбираться. Начнем обозревать эту красотку, как всегда, с внешки. Забежал вперед, сказал красотка, но по факту объективно, да, тачка с морисотоп. Я почему-то, когда услышал, что обзор на Sorento со своим вот этим вот недолюбливанием корейских всяких автомобилей, такой, ну, Sorento в моем... Я вообще не знаю, как выглядит Sorento, отвечаю вам. То есть я, ну, Sorento, я знаю, что есть такая тачка, она распространенная, это все четко, но вот в моей фантазии, визуального образа этой машины не отложилось. Прям вот нет. Любую японскую машину спроси, пожалуйста. Даже этот, Дайхатсу Шарада, я помню, как выглядит. А вот Санта-Фе... Санта-Фе, кстати, тоже теперь помню. А вот Sorento не помню. Так вот, думал, будет стрёмненько. Типа, знаете, такой Кашкай чуть-чуть взбодренный. А нет, прихожу, стоит красотка, достаточно стилевенькая по внешке. Сама концепция кузова, это достаточно крупный кроссовер. Я почему-то думал, что она меньше. При том, что есть Sorento Prime, который очень сложно найти в Южной Корее, да, в основном выпускалась на всякие другие разные страны, на Россию в том числе. Вообще в 49 странах, между прочим, продается автомобиль. Я вообще там список вот такой вот не буду оглашать, но та страна, про которую вы думаете, там тоже есть. Все 49 стран мира есть в этом списке. Передняя часть, самая, наверное, запоминающаяся визуальная часть любого автомобиля. Естественно, это фары, которые у нас переходят на полкрыла. Это вот эта выдающаяся вперед решетка. В описании написано, что это как-то передняя часть в форме тигриной морды. Я не нашел здесь нифига тигриного, конечно. Да, как будто тигр ел после шести. Реально. Но смотрится самодостаточная. Не скажу, что суперски, по-злому и так далее, но от этой машины никто и не требует какой-то спортивной динамики, злости. В описании написано, что его мускулистые черты кузова символизируют его спортивность. Кого его спортивность? Но, тем не менее, да, уже даже не берем во внимание вот эту вот хромированную штуку, которая здесь в тему. Вот эти, как у китайцев называется, россыпь бриллиантов на решетке, потому что там такие камушками вот эти хромированные штучки вставлены. Здесь просто эти элементы в вот этой вот панцирной сетке. Отмеченный хром. Короче, смотрится четко. Классно смотрятся туманки, разделенные на четыре секции. Адаптивные фары означают, что они полностью интеллектуальные. То есть, когда вы едете ночью, да, светите дальним, у вас едет встречный автомобиль. Основной пучок света, он встречный автомобиль, огибает. Отворачивает линзу, опускает, гасит и так далее. Все это дело работает. Все это динамично, это все живое. Отмечу, что мне понравился очень сильно цвет, да, мокрый асфальт, который такой, может быть, даже BMW. Что сейчас начнет, что у BMW там свои цвета, супер линейка из бриллиантов только. Здесь нет никаких бриллиантов, но классный мокрый асфальт строгости этому автомобилю. По факту, доброму, семейному кроссоверу добавляет, сделает ее вот какой-то такой, прям, знаете, немножко люксовой, что ли. Можно так сказать еще про Sorento. Ну, классно. Когда идешь вдоль борта, ощущается сразу вся его длина. Но, опять же, это потому что меня шокировало, может быть. Я думал, что это реально автомобиль должен быть класса Qashqai. Нифига, он полноценный X-Trail. Я бы его сравнил с, да, с X-Trail, возможно, даже с Харьком или с X5 Mazda, потому что, по факту, он даже больше, чем Mazda. Вопросов каких-то здесь нету. Из лишних выдающихся черт, типа, парящей крыши тоже не вставлено. Решили не заморачиваться какими-то там вычержностями, находками и так далее. Это прям вот стандартный классический кузов, но, блин, и лишнего-то ничего нету, и недостатков особенно не найдешь. Я бы вот эти диски колхозные, блестящие, конечно, выкинул бы, поставил бы что-нибудь такое более серьезное. Задняя часть также очень сильно напоминает Carnaval. А может быть, это Carnaval напоминает Sorento. О, здесь проще вспоминать название, потому что вот оно написано прямо передо мной. Хотя я редко пользуюсь тем, что написано. Тем не менее, смотрится вот серьезным, даже, знаете, что, американским внедорожником. Не прям капец джипом большим, но вот нормальная машина нормального мужика. Без каких-то там размазанных вот этих улыбчивых стопорей и так далее. Большая строгая дверь, заходящие стопы, все, естественно, диодное, потому что 18-го года машина. У нас сдвоенный глушитель с одной стороны, хотя почему-то мне хочется еще со второй стороны его засунуть. Все, две катафотки, эти сонары в круг. Да и особо ничего не скажешь. Спойлер, который сейчас можно встретить на любом автомобиле такого класса. В общем, итог по внешке, друзья. Лично мне тачка визуально зашла. Не знаю, зашла бы она так, будь она в другом цвете. Вот, но в целом, если убрать эти колеса, слишком блестящие, вопросов вообще нет. Распаковка, друзья. Здесь нифига не видно. Это очень классно, когда в современных автомобилях все закрыли крышками, чтобы нифига мы не разобрали, что за автомобиль. Но мы-то знаем, что за автомобиль, что за двигатель. Здесь стоит D4HA. Это двушка дизельная, стандартная, корейская, которую, в принципе, можно встретить везде. Тут вообще немного вариантов. Либо двушка дизель, либо 2,2 дизель. На каждом втором кореец, который оттуда приезжает. Такого класса я имею в виду. Вот, в целом, 184, а 186 лошадиных сил имеет двигатель. Дизель вопросов к этому нету. Он может быть на переднем, либо на полном приводе. И работает всегда в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Мы на этой машине прокатились. Автомат работает достаточно резво. Не тупит, на удивление, кстати говоря. И, в отличие от... Кого я там снимал сам, во-первых, наверное, Карнивала. На 2,2 дизельном моторе очень сильно мне не понравится, как он работает. Он прям тарахтит, дизелит, да, с вот этим вот 4D56 ассоциируется у меня. В общем, некомфортно. Чувствуешь, что ты реально сидишь в дизельной тачке. Здесь вопросов нет. Ты сел, дверь закрыл, блин, тишина. Ничего не гремит, ничего не вибрирует. Вопросов нет. Есть еще с рестайлингом появившаяся версия на бензиновом двигателе. Двухлитровым турбовым на 240 лошадиных сил. Классно. Я думаю, что да, возможно, стоит его затестить. И, в принципе, все. Для российского рынка есть еще бензиновая версия 2.4, по-моему, 3.5. В общем, вариантов куча. Для себя корейцы оставили в основном дизельки. И лишь с рестайлингом добавили бензиновую турбодвушку. Вот. Каких-то нареканий по работе мотора не было. Единственное замечание от производителя, что после рестайлинга этот мотор именно дизельной версии, что 2.2, что 2 литра, они стали более экономными. Расход каталожный около 7.5 литров в смешанном цикле. Но в то же время они стали, опять же, более чувствительны к топливу. Поэтому, друзья мои, маленькие. Кто выбирает дизельный мотор, тогда хороший соляр. Затестим салон, друзья. Садимся в него сразу же. Ощущается запах. Ну, в корейских машинах он одинаковый. У меня ассоциируется с вот только-только-только построенной квартирой какой-нибудь в новостройке. Да, ну, либо после ремонта реально пахнет стройматериалом. Может, это совпадение. И у нас каждая машина после строителей каких-то. А может, это реально корейские материалы пахнут вот так. Но в оправдание их же могу сказать, что на ощупь они намного приятнее, чем в Kia K5, которую мы снимали буквально вчера. Не знаю, кто из обзоров выйдет раньше. По визуалу я там сказал, что вопросов нет. Все четко в салоне, если ничего не трогать. Здесь примерно наоборот. То есть он выглядит максимально просто. Не скажу, что он неприятный. Да, то есть, грубо говоря, X-Trail и X-Trail. Обычная самая у нас магнитола. Вот такой рамочки, даже не хромированной, серой. Кстати говоря, я вот хвалю всегда, когда лишний хром не тулит хотя бы в салоне. Вот такие вот серые, немножко матовые, блестящие вставки. По-моему, четко. Все на кнопочках, что тоже, на мой взгляд, это круто, потому что это реально практично. Сейчас везде тулят сенсоры, потому что это модно. Вот, о чем я и говорил. Мотор запустился. Я сижу в салоне, держу руку одну на руле, вторую на селекторе переключения. Ничего не вибрирует. Если закрыть дверь, мотора даже слышно не будет. И за это еще один респект корейцам. Либо нам просто действительно не повезло с теми машинами. Но по факту все дизельные версии корейских автомобилей, опять же, может быть, я просто нифига корейцев не видел, но они все тарахтят. У этой красотки пробег 32 тысячи, 33 практически. Блин, в салоне максимально комфортно, я все ощущаю. Мультимедийное зеркало, которое по факту создано лишь для того, чтобы оплачивать корейские платные дороги. У них там, кстати, тоже очень дорого гонять по улицам. Даже когда на такси едешь, блин, каждые 5 минут что-то пикает, и у тебя списывается денег в два раза больше, чем ты ожидал. Вот, отвлеклись. Так, материал сидений. Четко, есть подогрев, есть обдув. Что водительского, что пассажирского, полный электропривод. На К5 еще были вот здесь кнопочки управления, чтобы водитель мог вот эту сидушку двигать, либо задний пассажир. Здесь такого нету, зато у нас до конца они кожаные, а не только сверху, да, как на К5, которая Optima по-нашему. Здесь все по-честному, то есть если ты берешь машину с кожаным салоном, ты получаешь кожаный салон. И кожа на ощупь, кстати говоря, очень четкая. Вот, в остальном не буду всякими деталями, ну, кроме вот этих, да, вставок на дверных картах, которые под черное дерево сделаны очень, очень классно, кстати говоря. В не самом премиальном кроссовере салон все-таки все равно он оснащен вот этими визуальными приколюшками, которые будут радовать ваш глаз. То есть вот эти вот деревянные вставочки, да, они все равно подсознательно люкса вам добавляют, и вы едете на машине с ощущением того, что не последний человек в этом городе. Закрываю дверь, обнаруживаю, что здесь с левой стороны у нас тоже пленочка на внутренней ручке двери. Означает что? Что никто здесь нифига еще не ездил. И этот автомобиль с пробегом 30 тысяч клиент получит практически новым, только со следами оторванной тонировки на передних стеклах, потому что в Корее все красавчики просто тонируются. Вот, что скажу про заднее сидение. Да, нормально, вполне комфортно себе сидишь, так же, как в X-Trail, так же, как и в RAV-чике он бы сидел на самом деле. Только не факт, что в X-Trail у него был бы подогрев, в каждой сидушке, да, отдельно включаемый. И в RAV-чике, я думаю, был бы, наверное, в жирной комплектации все-таки. Вот, по свободному месту вопросов нету, по качеству сидений, в принципе, тоже. Не Mercedes, конечно, но выглядит добротно. Вот эти, как они называются, кармашки в спинках задних сидений, в спинках передних сидений тоже выглядят прямо качественно. И для меня это, блин, реально классно, потому что все сюда, сколько бы ты ни проси, постоянно пихают свои бутылочки, свои какие-то салфетки, всякую фигню. И в итоге ты приезжаешь с моря, у тебя полная эта хрень вот этой фигни. Ты убираешь, и когда он тканевый, либо некачественная там резинка стоит, он вот так вот начинает висеть у тебя и висит до конца своих дней. А здесь четко, здесь прямо видно, что упругая штука, и я думаю, что это прослужит долго. Вот такой вот критерий выбора автомобиля, друзья. Хотите, чтобы долго служили задние кармашки, берите Sorento. Вернемся к тому вопросу, который мы поставили в самом начале. Да, прогадал или нет клиент, выбрав Sorento вместо RAV4. Конкретно по салону, я думаю, что, да не особо. Не сказал бы, что RAV прям жирными салонами очень славится. Конечно, по фишкам, по опциям и класса автомобиль RAV4 он немножко повыше. Но здесь я бы не сказал, что он прям пустой. Здесь вполне себе современно оснащенный, без излишеств и достаточно хорошо выглядящий салон, при том, что его реально приятно трогать. То есть материалы здесь, не знаю, как они будут вести себя зимой, но даже на картах, на задних картах, на картах задних дверей, вот, у вас нормальный пластик без вот этой вот дребезжалки, как в той K5. Смотрите, нажимаю на кнопку и никакого самооткрытия здесь не обнаруживаю. А хотел, потому что я люблю самооткрытие. Но есть, я так полагаю, что есть, должно быть, опциональное самооткрытие дверей. Ну, естественно, электроприлет пятой двери он называется. Я думаю, все меня поняли. Багажник у нас 605 литров объемом. Это, в принципе, стандартный размер, ни больше, ни меньше, чем у всех остальных. Места будет, в принципе, достаточно. Здесь у нас очень кайфовый корейский ковричек. Я вместе с автомобилем достался. Это какие-то коробочки от номерных рамок, запчасти, знак аварийной остановки. И, скорее, в общем, немножко прибраться здесь бы не мешало. Посмотрим, что у нас под дынищем. Вот здесь, кстати говоря, стандартные ковры. Да. Родные здесь у нас ремкомплект. Дальше ничего не получите вы. А, нет, здесь еще один такой рундучок. В версиях Prime здесь был бы спрятан третий ряд сидений. Да, у нас обычная пятиместная версия. Поэтому здесь дополнительные места для хранения ваших мелочей. Это кайфово, когда много всяких шкафчиков, помимо основного багажника. Да, если вы возите всякие нужные штуки и не любите, которые брякают по всему салону, то, блин, здесь вот эта машина вас не разочарует. Можно ли сложить спинки сидений? До 100% можно. Во всех кроссоверах можно. Но здесь я не вижу никаких об этом упоминаний. Опа. Все четко. Все складывается. Складывается в ровный абсолютно пол. Вполне себе можно надуть надувной вот раз, при том, что высота потолков позволяет абсолютно. И спокойненько себе ночевать в этом автомобиле. Я думаю, даже комфортно будет. Ну, так же, как в X-Trail. Все то же самое. Едет машина, на удивление, классно. Почему на удивление, непонятно. Потому что, возможно, я ожидал меньшего от нее. Вот этого двухлитрового мотора вполне себе хватает для того, чтобы всю вот эту вот достаточно толстую жопенькую крошку разогнать. Динамика шустрая, набирает скорость вообще практически незаметно. Рулится, на удивление, неплохо. Ну, естественно, очень сильно относительно. Да, в дикие какие-то повороты на больших скоростях. Ну, будет, наверное, кренить все-таки. Как вон тоже вот со слабыми ногами. Чего не хватает? Не хватает, естественно, полного привода. Здесь была бы, конечно, и уверенность больше на дороге. И, конечно же, больше возможностей с нее свернуть и при этом не оттормаживать. Кстати говоря, жалуются на клиренс. Многие, да, пользователи этих автомобилей, хозяева. 185 миллиметров. Я не знаю, честно говоря, на что тут жалуются. Нормальный клиренс для городского кроссовера. Как принято говорить в нашей стране, за свои бабки, да, нормальный вариант. Чисто для города, для семьи ничего какого-то суперэмоционального вы здесь не ощутите. Но достаточно комфортно. По шумке тоже новая. К конкурентам этого автомобиля относится Шкода Кодиак. Так мне написали в шпаргалке. Я бы с удовольствием с этим поспорил или согласился. Но я просто понятия не имею, что такое Шкода Кодиак. Вот. Вольцваген мне написали Тигуан. Я бы здесь поспорил, потому что это полноценный конкурент Таурегу. Да, по размерам. Тигуан все-таки поменьше немножко автомобиль класса. Из автомобилей, которые лично мне знакомы, да, я бы согласился, что это реально конкурент Равчику, X-Trail, Harrier, ну, если не брать вот эти вот жирные комплектации, да, в люксовости. Если взять обычный двухлитровый Харёк в самой простой комплектации, ну, или даже в комплектации премиум, да, пожалуйста, можно поставить рядышком, при том, что в некоторых моментах эта машина даже выиграет. Естественно. Я за японцев буду топить постоянно, потому что вот эта идеальная гармония между ценой и качеством 100% заслуженно и навсегда принадлежит японцам, так как эти тачки, блин, ну, самые надежные, наверное, в мире. Что касаемо корейского автопрома, который, на самом деле, оправдывает себя тем, что сама компания, в принципе, молодая относительно тех же самых японцев, японцев или европейцев. Но вопросов каких-то конкретных, да, там прям болячки у этих моторов или еще что-то, если не брать внимание, что они донашивают систему GDI за Mitsubishi, то, в принципе, вопросов тоже нету. И еще одна строчка в оправдании технички, то, что запчасти на эти автомобили доступны во всем мире и стоят действительно очень дешево. В 49 странах мира продается вот такая Sorento, поэтому миллиард компаний, которые с удовольствием делают аналоги на все. На ходовку, на шланги, на расходники, ну, уж там не говоря обо всем остальном, что вы планируете менять в этом автомобиле. Стоимость, друзья. Еще один нюанс, о котором нужно поговорить. Если мы говорили, что клиент, прежде чем выбрал Sorento, рассчитывал на 3 миллиона, да, то вот эта красотка обошлась ему в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Повторю, это 2018 год и пробег всего 32 тысячи. Автомобиль реально выглядит как новый. То есть, что в салоне, да, половина пленочек не отодрана, что по кузову, ну, просто конфета. Достойная ли эта замена RAV4, вместо которого клиент выбрал Sorento? Ну, тут судите сами. И в плане технички, конечно же, она проигрывает. Во-первых, это дизель. Во-вторых, это передний привод. Да, в-третьих, никакого гибрида вы не получите. И в-четвертых, Toyota. Это Toyota, а у нас сегодня Kia. Но, опять же, с другой стороны, это левый руль, за который многие готовы душу продать. Кстати говоря, вот в Владивостоке с этим, слава богу, все ровно. У нас все, кто ездит на правом рулю, никогда не говорит, что левый руль очень плохо. А правый руль хорошо. Здесь абсолютно всем по барабану. Оставил незаконченной мысль по стоимости. 2.700 обошлась вот эта. Версия это двухлитровый дизельный двигатель и передний привод. Если вы хотите версию на полном приводе, 2.850, 2.900, можно рассматривать такие же варианты. Версии на дизельном двигателе 2.2, ну, порядка трех миллионов. И если вы хотите бензиновую турбо-двушку, то где-то 3.250, 3.300 по сегодняшним курсам можно рассчитывать привезти такой автомобиль из Южной Кореи. Так что, друзья, расставляйте приоритеты правильно, ничего не бойтесь, звоните в сферу кар и заказывайте себе любимый автомобиль из Японии, Кореи, Арабских Эмиратов, Китая или Соединенных Штатов Америки. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова